Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, дорогие телезрители, осень наступила, причем уже последние два дня она настоящая, не только календарная. А что такое осень? Это учеба. Не только в школах, но и в вузах. И сегодня мы поговорим о том вообще, как учатся в вузах и чему учат. Ведь далеко уже не секрет, что не первые гости идут разговоры, что учат не тому, что именно поэтому студенты многие по специальности не учат. Давно уже у них вызывают вопрос, а действительно ли у нас бесплатное высшее образование. Как в Конституции написано, что у нас же остатки социализма, поэтому образование бесплатно. Мы не какие-нибудь там американцы, аглоеды такие, которые деньги дерут, а у нас бесплатно. Однако все больше мне, как журналисту, люди рассказывают вещи, что на самом деле платников так называемых все больше и больше. А инорсы не превалируют. И об этом мы всем поговорим. А вы, дорогие телезрители, можете задавать свои вопросы по телефону 3190, телефон прямого эфира 3190. Все, что вы думаете по этому вопросу. Или хотите спросить у наших дорогих гостей. Хочу их представить. Это Давид Ильич Мамбуглашвили, директор Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день, Давид Ильич. Добрый день, Добро. Это Игорь Давыдович Лерчицкий, проректор ТВГУ по научной и инновационной деятельности. Добрый день. Добрый день. И молодое поколение, вчерашнего студента, по сути, человека и сегодня еще учится, ибо аспирант, это Никита Востров, младший научный сотрудник управления научных исследований и аспирант второго курса физико-технического факультета, опять-таки, нашего замечательного родного Тверского госуниверситета. Никита, добрый день. Ну что ж, господа, сразу, что называется, с места в карьеру, скажите мне, сколько сейчас студентов набирают на бюджетной основе, а сколько на коммерческой? Кто, господа, из вас? Давайте, Игорь Давыдович. Этот вопрос, он не может быть одного ответа, потому что, на самом деле, есть отдельное направление подготовки, где достаточное количество выделяют бюджетных мест, как, например, педагогическое образование, скажем, социальная работа, естественно, научные, да, сейчас, конечно, приоритет. Это физика, математика, это химия, это биология, это весь, естественно, научный комплекс, ну, это вот то, что программа инженерный кадр, подготовка инженерно-технических, вот по направлению по инженерно-техническим, да? А сразу у меня вопрос, а по какой причине именно тут такая ситуация, вы говорите, в первую очередь, там достаточно? Ну, это тот ориентир и, скажем, те политические установки на государственном уровне. А по какой причине? Сделан именно такой выбор? По причине того, что нужно развивать экономику. Я думаю, об этом скажешь лучше Давид Ильич. Скажешь, обязательно молчать не будете, все не менее. Это вот его. Физику, химию, да? Ну, это кадры для промышленности. Цифровая экономика, так называемая. Да, но эта цифровая, она возникла только последний год, последние полгода, мы о ней говорим, или год. Соответственно, тут же и ПМК в культе, да? Естественно. Айти-технологии, конечно, айти-технологии. А филологи, они как бы родине не особо нужны. Нет, они... Нужны, но не так. Тоже получают. Там тоже получают. Там гораздо сложнее с очень такими важными, на мой взгляд, направлениями, как экономика, собственная экономика и юриспруденция. Но это вот Давид Ильич скажет об этом лучшее. Как раз вот Давид Ильич про юриспруденцию немножко хотел. Нет, про экономику... Нет, я имею в виду, что те направления... Да, да, но сразу, Давид Ильич, ваш замечательный институт, бывший экономфак, он входит в эту когорту, куда достаточное количество бюджетиков, потому что вот то, что сказали, экономика, сами знаете, как она для нас сейчас важна, очередной кризис, не знаем, как выбраться, а кризис потому, почему? Не потому, что мировая антанта нас заела, а потому, что у нас плохая экономика, Давид Ильич, вам слово. Да, спасибо за то, что дали мне слово. Давайте посмотрим, как я обычно люблю системно на этот вопрос. Сначала хочу добавить, дополнить своего коллегу. У нас примерно в этом году было около 800 бюджетных мест. У вас на весь университет? На весь университет. А сколько университетов всего берут? Мы с учетом заочников наверняка наберем более 2000 студентов. То есть все остальное это платный набор. Правильно Игорь Давидович сказал о том, что политика нашего государства, предусматривает, чтобы дать как можно больше бюджетных мест по естественно-научному блоку. Это, как уже было сказано, физика, химия, математика и так далее. Что касается уже моей части, это экономика и управления, и, как уже указали, уриспруденция, у нас прослеживается уже лет 10 четкая тенденция к уменьшению бюджетных мест. И вот мы пришли к тому, что в следующем уже учебном году, это 2020-2021 учебный год, в нашем Тверском государственном университете не выделено ни одного бюджетного места по экономике и управлению. То есть придет в следующем году студент, хочу платить? Хочу учиться, хочу стать экономистом, скажу только, если вы будете платить. Что я хочу сказать? Я иногда в шутку говорю, и еще раз хочу повторить. Если бы у нас в Тверском регионе родился такой мощный ум, как Карл Маркс, и этот человек, будучи ребенком, повзрослев, закончил школу, и хочет получить бесплатное образование по экономике и управлению, он утвердит образование, не получит. В Москву или другой регион, или платно. Это означает, что, когда потом говорят, что мы должны закрепить свои кадры на той земле, где они родились, это совершенно приходит диссонанс с тем, что хотим, и то, что у нас получается. И вот смотрите, те руководители, в том числе и государства, которые считают, что, чтобы развить экономику, нужно много физиков, химиков, это правильно, строители, это правильно, но где самая экономика? Самой экономики нет. И получается, что мы этих детей учим, учим пока, слава богу, хорошо, и они, когда закончили, они хотят трудоустроиться, а заводов нет, фабрик нет, научно-исследовательских центров нет, лабораторий нет, что делать этим хорошим ребятам? Они ищут, они оставляют свою родную твердь. У меня сразу вопрос, как же нет заводов? Ну вот, в Твери есть наш вагонзавод, эскаватор и так далее. Вагонзавод это только один такой завод. А таких в Твери должно быть как минимум 10 такой мощности завод. Тогда они могут, тогда наше поколение, наше молодое поколение могли бы найти себе работу. Попробуйте найти там работу всем, который заканчивает вуз, или хотя бы половину. Им не нужны столько. Мы об этом поговорим еще попозже. Дарья Ильич, а все-таки поясните мне, телезрителям, которые все-таки не в верхах нашего госуниверситета, вот вы обмолвились, во-первых, можно сказать, если не секрет, сколько стоит обучение? Или порядок цифр? Да, я могу сказать. Сейчас три уровня обучения. Это бакалавриат, первые четыре года, потом магистратура и потом аспирантура. Магистратуру пять, как всем привыкли? Нет, нет, магистратура два года и аспирантура три года очная и четыре года заочная. С девять лет, по сути. Ну да. Вот смотрите, опять-таки, чтобы дать полный ответ, я хочу вам сказать, что все специальности, которые существуют у нас в стране по классификатору специальностей, они делятся на три группы. Первая группа, это самая дорогая, в это входят такие направления подготовки, как физическая культура, химия, физика и так далее, которым нужны большие затраты для того, чтобы осуществить образование, потому что там оборудование, там лаборатории, там реагенты, там дополнительный персонал, потому что там нужны лаборанты, которые следят за этими химическими и другими процессами. Есть другая группа, допустим, вторая группа, куда попадает, допустим, экономика и управление. Там себестоимость меньше, тут цена другая. Вот ради примера. Первую группу, это где-то 130-150 тысяч годовая стоимость обучения, а вторая группа, куда входят то есть сами педагоги, туда входят экономисты, туда входят юристы, это вторая группа, стоимость в этом году была чуть более 100 тысяч, это бакалавриат. Примерно такой же порядок цен на магистратуру и такой же порядок цен в аспирантуре, то есть уже более 100 тысяч. Это, конечно, неправильно с моей точки зрения, потому что когда сейчас экономика находится не на подъеме, безусловно, и безработица достаточно серьезно бьет по нашей статистике и экономике, у людей реально уже нет денег, чтобы, они хотели бы, но нет возможности оплачивать. Извините, перебью теоретически, что у нас было с экономикой более ненормальной, это сумма оправдана, на ваш взгляд? Смотрите, у нас в стране по-прежнему культ обучения, это вот с советских времен у нас осталось, и каждый родитель думает, что если ребенку не дат образование, это долг, это родительский долг, и они себе откажут, но на образование дадут. Вы ответили на еще один вопрос, а кто спустил эти цифры? Пока, дорогие телезрители, реклама и звоните нам, мы сегодня говорим о высшем образовании в нашей любимой стране. Ну что, дорогие телезрители, мы снова в прямом эфире, это программа «Тема дня», мы сегодня говорим о высшем образовании всех его проблемах, достоинствах и так далее. Звоните по телефону 300-190. И, Давид Ильич, все-таки возвращаясь к нашему разговору, вы сказали, что с следующего года к вам в Институт экономики и управления вообще не будут брать бюджетников. Кто эти цифры, кто решает, что с этого следующего года никто? Ректор, вы лично кто? Здесь целая система. Я постараюсь это объяснить за столько лет и время, что я думаю, все прекрасно знаете, а телезрители нет. Смотрите, регион дает заявку федеральным структурам власти, сколько нужны специалисты того или иного направления. И, соответственно, подается эти цифры. Потом это там в федеральном центре обрабатывается и, соответственно, принимается решение, кому сколько дат. И, конечно, во многом здесь играет, что запрашивает сам регион. И вот, соответственно, по направлению экономики и управления уже несколько лет подряд, я, конечно, могу ошибиться, но я думаю, что так, наш регион поселяет нулевые цифры по экономике и управления. То есть нам не нужны ни экономисты, ни управленцы. Соответственно, мы иногда даже не в курсе, как наша региональная власть подает сведения туда-наверх. Хорошо, потом вы узнали все-таки, что, оказывается, в следующий год, Виталий Ильич, не жди первокурсников. Можно же было как-то к ректору побежать, а он в региональный правительство товарища, как-то не жди. А вот у нас такая политкультура, что мы иногда не в курсе, что происходит в регионе. Нас ставят перед фактом. Но, смотрите, здесь еще что. Наш университет, это же не регионального подчинения, а наш университет, это федерального подчинения. И сразу вопрос, что же тогда регион решает? Поэтому регион перед нами не отчитывается, и мы перед регионом тоже не отчитываются. Это наша социальная ответственность, как бы, помогать всегда нашему региону. И наоборот. А федеральные структуры власти думают, что оттуда нет запроса, значит, эти специалисты там не нужны. Там перенасыщено этими специалистами. Давайте отдадим куда-нибудь другое место, куда-то там просят. Ну и, соответственно, на мода, понимаете, последние несколько лет только ленивые не выступали по поводу того, что у нас много экономистов и юристов, и надо их уничтожать как класс. Вот, пожалуйста, это уничтожение и идет. А вы не согласны с тем, что перенасыщение? Абсолютно не согласен, потому что, во-первых, у нас стопроцентное трудоустройство, и прямо сейчас у меня огромное количество запросов, чтобы дать людей, экономистов и управленцев, которых у меня уже нет, потому что они все от бизнеса. Ну, я понимаю, какие это бизнесы? Это банки, это государственные службы, это финансовые микро и крупные организации, это производство. Вот, то есть очень широкий спектр запросов. Вот знаете, я здесь бы хотел сказать, что кроме вот такого, скажем, политического контекста этой проблемы, да, тут есть такой еще очень важный, ну, я бы сказал так, педагогический, такой вот личностный, который влияет на развитие. Когда мы не делаем мест бюджетных, мы детей лишаем конкуренции. Потому что когда есть бюджетные места, дети должны конкурировать за победу. А когда платят, да, за победу, за победу. Ну, это другой немножко. Ну, это не, ну, они как бы, вот, это вот мотивация достижения обучения в школе, вот мотивация на успех, на поступление на бюджетное место. Это первый момент. И тогда, скажем, может быть, мы тем самым снижаем качество, вот, качество притока тех абитурентов, которые приходят учиться. В известной мере. Вот. Ну, второй момент. Есть еще один нюанс. Ну, понятно, вот, географическое положение нашего города между Москвой и Санкт-Петербургом. Да, очень важно. И если, например, есть у выпускника школы желание, очень устойчивая мотивация идти, быть экономистом. Бесплатно. Ну, просто, он хочет быть экономистом, и у него хорошие баллы. Он поедет в другой город, где есть бюджетные места, поедет в другой город. И тем самым мы тогда теряем, ну, лучшие ребята в выпуске школы, они могут оказаться не в Тверском, ну, не в Тверских вузах. Я хочу добавить еще, продолжить это все, это правильно. Игорь Давидович правильно сказал по поводу того, что когда есть даже немного бюджетных мест, 10-15, это мотивирует. Это в голове этого молодого человека и родителей, что созревает такое, что, значит, раз выделяют бюджетные места, значит, эта профессия нужна. А когда не выделяется, значит, у них как-то получается. Ну, значит, это, может, правда не нужна. Значит, вот я этого хотел, но я этого уже не хочу. Давайте я куда-нибудь в другое место поступлю. Это первое. И второе, что я хочу сказать. Очень часто нам в последнее время говорят тоже в Москве, а чего вы там напрягаетесь? У вас и так хороший факультет. Вот, лично много говорили, хороший факультет экономический и управленческий, и к вам и так пойдут. Зачем вам бюджетные места? Вот. Ну и, слава богу, пока нас ценят, пока нас уважают, и в этом году хочу вам сказать, что я на очной форме набрал около 270 студентов. Это хороший цифр. Это хороший цифр. А сколько среди них бюджетники? Всего 26. Понятно. Каждый десятый? Каждый десятый. Никит, скажи, ты за деньги учился или как? Нет, я учился на бюджетной основе и в магистратуре, и в бакалавриате, и сейчас в аспиранторе также. Что касается физико-технического факультета, то могу сказать, что, наверное, только последние несколько лет, наверное, связаны с тем, что у нас появляются вообще платные места, и студенты, которые учатся по этим. А до этого не было? Ну, до этого как-то не было особо так сильно может быть запроса. Как раз в силу того, что многие уезжали в Санкт-Петербург или в Москву, поскольку там более сильное качество считается образование физико-технического уровня. по мнению многих. Хотя, что говорить про наш ВУЗ, у нас очень сильно действительно научная база, фундаментальная. Но, как мне кажется, когда я тоже поступал в свое время на факультет, у нас проходной балл был буквально 130 баллов. То есть 130 баллов для ЕГЭ, для трех экзаменов, это очень мало. И вот здесь кажется, что... То есть был низкий? Очень низкий. Ты ЕГЭ не сдавал, поэтому ЕГЭ не сдавал, поэтому ЕГЭ не сдавал, поэтому ЕГЭ просто нечего не говорит. Там вообще никаких проблем нет поступить, нужна корочка, иди туда. А про физтех, то есть была такая как бы слава, что тоже, если нужна корочка, вот там точно поступишь, никуда не денешься. Ну, наверное, частично сейчас тенденция сменяется, потому что средний балл поднят до 180, у нас, например, на физтехе. Однако, все равно для физико-технических направлений это очень мало, на самом деле. Никита, а не оборачивался ли это, соответственно, такой проблемой, что желающих поступить мало, и педагоги, понимая, что студентов не так много, как хотелось бы, а эти тоже не самые семи пяди во лбу, то требования снижались, лишь бы, ну, иначе придется всех вообще отчислить к третьему курсу. Безусловно, да, это одна из таких проблем, которые... Сучили плохо. Даже не потому, что им лень учить хорошо, а потому, что они понимали, иначе всех выкосят. Не то, чтобы плохо, как бы, в силу того, что у нас на физтехе бюджетное финансирование, там, 25 человек, там, на трех из направлений, физика, радиофизика и с недавних пор это инноватика, вот, и всегда, в принципе, было либо 20, либо 25, то есть у нас, как бы, хоть и сейчас запрос на инженерный кадр, количество не поднималось, однако, ну, и не снижалось тоже, вот, и в силу того, что действительно средний уровень действительно небольшой, то и на качестве образования это сказывается. Не требовали особо. Понимали, что... Я даже хочу добавить Никиту, дело в том, что не то, что требование снижается, нет, наш ВОЗ не может позволить снижение требований, тем более такой уважаемый факультет, как физико-технический, но, действительно, первичный студент, он немного слаб, чем, допустим, будет... Нет, 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 смотрите, тут как бывает, или мы, значит, этого человека отчисляем, или затрачиваем больше усилий, чтобы их сделать лучше. И вот, соответственно, наши преподаватели выбирают последний, что мы сохраняем этого студента, но работаем над ним больше, чтобы его подтянуть до лучшего уровня. И, соответственно, это, к сожалению, приводит к тому, что нагрузка на преподавателя очень возрастает, которая не оплачивается и не учитывается. Я понимаю, Никит, ты видел такое, что ваши преподаватели, допустим, в физике, вот есть эти откровенно посредственные студенты, он с ними водится, пестует, тянет их в зал, чтобы они, допустим, выросли до нормального уровня. Или нормально, 4, иди. Ну, скажем так, скорее, вот, я бы, наверное, сказал про второй случай, это даже не 4, может быть, а 3, да? Да, да, 3, да, 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 вот. То есть, получается, ну, опять-таки, просто, Давид Ильич, я понимаю, что может кто-то такой прям потребует, во-первых, педагоги, действительно, вы еще говорите, когда не оплачивают, у нас сейчас капитализм, и я абсолютно могу понять преподавателя, когда ему за это не платят, почему он должен над этой посредствующей, называющей своими именами, биться, стараться, тем более, он, самое главное, понимает, что если человек посредственнее в той или иной науке, ну, вот, изменяя экономиста никакой, Давид Ильич, вы как со мной, наверное, не прыгаете, со мной, Никита будет ночевать со мной, только Роман, ну, если я гуманитарий, из меня никакой физика не получится. Ну, вы знаете, здесь я бы поддержал Давида Ильича, потому что, вот, скажем, в институте, где я являюсь директором, институт педагогического образования социальных технологий, совмещая вот с этой новой своей деятельностью, у нас, конечно, преподаватели, они, конечно, надо им, конечно, поклониться, потому что те студенты, которые, ну, по разным причинам, по целому комплексу объективных субъективных причин не смогли успешно сдать сессионные экзамены, скажем, получили оценку неудовлетворительную. Во-первых, у нас, во-первых, организована возможность для студентов эти задолженности ликвидировать. Она продлевается, если раньше было там, чем там, 10 дней, это было когда-то давно, после начала нового семестра, то теперь это продлевается аж два месяца, примерно, там, или до 1 октября, до первой модульной точки, да, там, у нас полтора месяца есть у студента возможность, и преподаватели консультируют не один раз, и он приходит, есть консультации. Если студент сам желает, вот он сам замы... Вот он... Что желает, Игорь Давыдович? Вот опять-таки... Он желает сдать свою задолженность. Я понимаю, но ради чего? Лишь бы сдать, лишь бы потом по итогам 4-х лет корочку получить, или он физиком хочет быть? Это разные вещи. Понимаете, просто я из своего опыта, я тоже все-таки в университете учился, как раз в том-то и делал. Многим корочек. По специальности они не идут. И не хочет быть физиком, и оплачивается мало, и вообще он хочет быть каким-то менеджером в Москва-Сити, сидеть, каким-то там менеджером, не знаю, чего, и не хочет он где-нибудь там вот это пробирками и так далее, опты проводить. Вот к чему. И кого тянем в итоге? Тому, кто корочка нужна? Или он действительно... Потому что вы сказали, я понимаю, политкорректно совокуп, то есть причин по которым... Какая причина? Потому что ему наплевать на учебу. Или университет сгорел дом, некогда было готовить к экзамену. Но вы знаете, я бы хотел сказать, что сегодняшний студент, вот среднестатистический, он не лучше, не хуже, чем тот, который был 40 лет назад. Я тоже сейчас думаю. Он такой, он просто иной. Просто другой, другая ментальность. Он не лучше, он такой же, но иной. Он нет. Он не лучше, не хуже, чем был тот. Он иной, он другой. Другой человек. Это другая ментальность, это другой социокультурный контекст, который мы переживаем. Среда другая. Среда другая. Среда заела, да? Сегодня. Это с одной стороны. С другой стороны, мы работаем давно в УЗИ, и я работаю в Тверском университете с 1989 года. Примерно, скажем, там расклад, если так можно сказать, да, там студентов, которые учились очень хорошо, которых учились на хорошем уровне, так, и на очень посредственно, он примерно, примерно не меняется, там, если там так вот смотреть по процентам, ну, по количеству. Вы по оценкам судите или по знаниям? По желанию учиться. По одаренности. По желанию, по включенности. По включенности. Но, понимаете, сказать, что сегодняшний отличник, который учится на пять, умнее, чем тот, который был там 30 лет назад, или не умнее, это трудно. Потому что, ну, другие источники информации, мы сегодня живем в открытом информационном пространстве, у него другие источники вообще познания. Они, точнее, это ладно, я говорю по качеству образования, потому что отличники вообще, думаю, к убеждению, пятерщики далеко не всегда действительно одарены студентами и так далее. Вот я по поводу... Я могу себе позволить, я понимаю, в педагоге, я могу, зачастую пятерщики, это зубрилы просто, которые не особо... Вот у меня такое было, понимаете? В том числе. У меня был мой коллега, однокурсник, который, знаете, он русский, по оценкам, если где-то на 4, до сюда, он прекрасно, он понимает, он понимал русский язык, он мог с педагогом поспорить, почему нужно здесь поставить, что не надо. А были, которые чисто пятерщики, но не зубрилы. Роман, вы знаете, сегодня есть очень мощные, умные студенты, размышляющие, рефлексивные. Поэтому сказать, что там качество снизилось или повысилось, я вот так не могу сказать, потому что... Но мне кажется, что сегодняшний студент, тот, который учится хорошо и который стремится к познанию, стремится, который мотивирован, мне кажется, он, конечно, объективно знает и владеет большим, чем тот, который был лет 30. Это объективно. Это понятно. Нигде согласен? Да, я с ним согласен. Просто сейчас, если говорить про образовательную среду, меняется само пространство, в котором происходит, меняются методики, которые появляются. И наставничество появляется своего рода. А что такое, кстати, я слушаю наставничество? Это как? Если говорить в терминах кружкового движения, которое сегодня активно развивается, то наставник – это человек, который объединяет в себе две роли тьютера и куратора. Вот телезрителям сразу. Куратор еще, может, поймут, да? Да, объясню. Куратор – это человек, который держит цель. То есть, например, нужен продукт. И наставничество нужно для проектной команды, скажем так. То есть, проектная команда – это количество каких-то студентов из разных факультетов, которые выполняют проектную работу. Она может быть на стыке разных технологий, разных направлений. И вот куратору задача, чтобы ребята дошли до результата, получили продукт. То есть, он держит фокус на результате. Тьютер держит фокус на взаимоотношении команды внутри. То есть, если ребята не нашли общий язык, если они поссорились, то результата не будет. А почему куратор этим уже не может заниматься? Потому что, как правило, раньше куратор и тьютер – это были разные люди. То есть, есть на факультетах и тьютеры, и есть кураторы. Вообще тьютеров не было. Я вот так слушаю. Ну, сейчас в университете есть и одна, и вторая позиция. А наставник – это человек, который в идеале должен объединять в себе две эти позиции. То есть, он в то же время должен понимать, с какой целью люди идут, и в то же время, какими инструментами, если что, их можно… А почему не объединяет эти позиции две? Сейчас можно. Вот как раз сейчас наставничество – это объединение двух этих направлений. Да, сейчас. Мы тоже растем. А раньше не было наставничества? Раньше не было. Вернее, в советское время было. Сейчас вы потом перестали. А сейчас обратно… А вот это сьютером назывался. С моей точки зрения, наставничество – это мощнейшее движение. Наставничество в том или ином виде переняли у нас все. От Иппонии до Америки. Вот нашу советскую школу наставничества. Я все-таки вас все время перебиваю, потому что мне интересно уточняющее все это. А в советское время вот этот человек в университете как назывался? Наставник, куратор, тьютер? У нас куратор был. Я помню тоже, у нас был куратор. Смотря на каком уровне образования. Если это был специалитет, то это куратор. А если это аспирантура, то это научный руководитель. Если это какое-нибудь другое, то это непосредственно старший научный сотрудник или какая-нибудь другая категория. В 90-е нулевые они куда-то делись? Они, да, они как бы некоторые наши умы в государстве посчитали, что это не нужно. И давайте мы возьмем плохой иностранный опыт, а наш хороший. Ну вот то, что до сих пор жить не можем в некоторых направлениях. Свободу больше студенту, самообразование и так далее. Чем я образование через дистанционное, что мне категорически не нравится. А почему? А потому что первое образование должно быть именно через наставничество, это очное образование. А если вы хотите второе, третье, когда ты уже научился учиться, мы первом образовании учим учиться. И, кстати говоря, здесь мои коллеги говорили, об этом я никак не могу, значит, не добавить, что университет, современное вивщее учебное заведение, это не просто место, где передается уже известное здание. Это то место, где производим новые знания, которых нигде нет. И каждый преподаватель... Это всегда так должно быть, да. И любой преподаватель, который имеет 10-15 летний опыт, он никогда по книгам известным не читает, он всегда свои собственные знания дает, которые нигде вычитать невозможно. И вот как раз вот эта атмосфера, эта атмосфера очень важна для того, чтобы студент, попадая в эту атмосферу, заразился вот этим духом, этой бациллой, чтобы он потом понял, это общение, это общение, это никогда не устаревает. Вот как раз Давид Ильич просто слышал, там на федеральном уровне смотрел программу коллег, как раз там говорили, что аудитория как таковая, что 21 век, ну надо все меняться, аудитория устарела, и, дескать, уже действительно можно онлайн читать лекции. Вы знаете, то, что Давид Ильич сказал, я вот это называю, это называю личностно-эмоциональное соприкосновение. Вот пришел преподаватель, это его харизма, это его авторитет, это его энергетика. Совершенно правильно. Сказал Давид Бацилла, а вот известный педагог российский Сергей Гессен еще писал в 1918 году, что любой преподаватель в вуза должен использовать метод педагогической заразы, заражать детей, заражать студентов своим предметом, своей дисциплиной, своей наукой. Это очень важно. То же самое писал Дмитрий Иванович Менделеев, у него очень большие педагогические сочинения, кроме того, что он был великий химик, да? И он очень много писал о том, что бездельного увлечения преподавателем наукой не будет дельных студентов, которые будут этой наукой увлекаться. Это невозможно. Поэтому вот это личное, личностное начало преподавателя. Более того, вот если... Но он по ноутбуку будет заражать? Или это не то? Я же сказал вот про личностное, эмоциональное соприкосновение. Лично и не совсем лично, когда можно поздороваться. Вот оно возникает. Вот у нас сейчас с вами здесь, в студии... Есть, нет, у нас здесь уже возникло с вами вот это личностное, эмоциональное соприкосновение. А вот если оно возникло и появилось, вот после этого студент, у него должна быть мотивация появиться, пойти к дистанту, пойти к ноутбуку, пойти к интернету и работать там целенаправленно. И у нас это есть в университете, у нас это организовано. Да, да. Работа будет целенаправленно. Ты как профессор молодого поколения тоже согласишься, что все-таки лекция по ноутбуку, это, мягко говоря, равновато, а может даже вообще не нужно. Ну, здесь несколько аспектов. Колоклиум по ноутбуку. Я хотел отметить про аудитории. Сегодня просто аудитории должны быть open space, так называемые. Расшифруй сразу. Я понимаю, как в английском переводится. Такие свободные пространства, где люди могут спокойно перемещаться. То есть какие-то зоны немножко отдыха. Да, не сидеть за партой. Бостов, ты куда встал, да, сядь на место? Да, то есть может быть кому-то легче сидеть и усваивать информацию на пуфике, например. И когда лектор, человек, который чувствует себя наставником и старается каждому найти какой-то подход, то есть своего рода должна быть индивидуальная образовательная траектория у каждого студента, да, что практикуется там за рубежом, в том числе, например. Ну, что значит траектория? Еще раз, вот ДТ лично читает лекции «Экономика США в первом половине XX века». Что, как он должен читать ее? Ну, скажем так… По опенспейсу перемещайся. Ну как, я напрямую спрашиваю, идем, у вас есть лекция, вы сидите. Лекция, скажем так, в сегодняшнем формате лекция достаточно такой, ну, уже устревающий формат. А, все-таки устревающий. Да, то есть для больших потоковых мероприятий, когда даются, ну, действительно важные знания и лекция устойчивая. Важные, они там же действительно важные, а не важные. Нет, я имею в виду, что сегодня очень сильно идет акцент на практическое освоение материала. То есть есть лекции, да, на которых действительно можно охватить большое количество студентов с разных факультетов, да, и для чего нужны лекции, когда, скажем так, тема сквозная для многих направлений, и туда могут прийти разные студенты. Да, как у нас было в филологии. Да, да, а у нас получается, что лекции индивидуальны, скажем так, для каждого факультета, и на них, ну, как правило, на них нельзя приходить другим студентам, потому что расписание устроено таким образом, да. А если говорим про индивидуальную образовательную траекторию, это значит, что у студентов, ну, у осознанного студента есть возможность выбрать для себя те направления, которые он считает для себя важными. Ну, то есть есть, например, общий блок, например, физико-технический факультет, но есть также и общие предметы. И вот, например, те же самые общие предметы, либо узкоспециализированные, он может для себя фактически выбирать. Но проблема... А если он ошибется, сделает, скажет, нет, не нужно. Как это часто бывает в университете, когда студенты... Я сам был опять... Да зачем мне это... Чуть, я этим не буду. А потом выясняется, через пять лет, или даже на работе, блин, дурак я дурак, Давида Ильича я не слушал, прогуливал лекции, а вот он мне где пригодился. Откуда студент может знать, что ему нужно, что не нужно? Он же студент. А вот педагог, который выставляет планы образователей. Собственно, для этого есть наставники, да, люди, тьютеры и кураторы, которые стараются сначала понять, от чего человек хочет. То есть он поступает на факультет, но это могут быть разные причины. Он пошел туда за друзьями, он пошел туда по наставлению родителей, за корочкой. Да, по стопам родителей. Он поймет, что действительно образование ему нужно только к третьему, к четвертому курсу. Так часто и происходит. А люди вообще не понимают. И? Вот. И вопрос в том, чтобы изначально понять, или, может быть, даже на этапе собеседования, когда человек поступает в ВУЗ, не дать ему просто возможность заполнить анкету на поступление в конкретный факультет, а побеседовать с ним, почему он хочет именно туда. Немножко рассказать о том, что есть сегодня на этом факультете. Может быть, у него есть какие-то другие таланты, где бы он мог раскрыть себя более качественно. Ну, не проходит по балу. Вы знаете, я вот хочу здесь еще раз обратиться к личности преподавателя и к его профессиональной компетенции, и к его отношению к делу. Потому что, ведь на самом деле, если у меня появляются студенты, они пришли уже и сели на первый курс, на второй курс, я пришел в аудиторию, есть студенты. Это уже дело моего профессионализма. Это дело... Увлечь. Это дело... Да, увлечь. Дорожить бациллу. Да, да, самоопределить. Ведь есть же много педагогических технологий, самоопределение. Вообще, только вообще преподатель. Это вообще организатор учебно-познавательной деятельности. Педагог, а не просто передатчик информации. Это организатор учебно-познавательной деятельности, который, как писал один из наших великих педагогов прошлого, Петр Федорович Каптеров, стоит на одной лестнице со своим студентом, только на разных ступенях. Лестница одна. Они два субъекта, которые идут по этой лестнице познания. Поэтому это, конечно, вот если педагог мастер, он увлечет. Другое дело, эти дети будут учиться по-разному. Они пришли с разным уровнем готовности. И они будут учиться по-разному. Но вы понимаете, вот я всегда привожу пример своего школьного детства. У нас в классе, где я учился в школе, все любили учителя математики. Вот она была такая, что ее все любили. И поэтому все любили математику. Но все очень по-разному учились. Но вот это же приходит... Вот понимаете, да? То есть она ему двойку поставила, а завтра... И никто не обижался. А вот говорили, она самая справедливая. При этом все говорили, она самая справедливая, она самая честная, говорили мы. Не переживай, мама, это двойка задела. Да, и мама ременит. Ложила в сторону, нормально, молодец. И потому что... А все знали, что это... И потом... Ну, понимаете, ну вот было так. И на самом деле... Это хороший педагог был у нас. Да, это хороший педагог. Поэтому в действительности я, например, знаю, вот по нашему университету, как, например, студенты любят Давида Ильича. Мне трудно представить, что там на его... Поэтому, конечно, если эта лекция читается в менторском тоне, в назидательном, если преподаватель... Ох, без слуха. Она может не скучно, знаете... Не приступлен ты. Не приступлен. Не приступлен. Барьер, да. Знаете, есть несколько позиций. Что делает преподаватель, когда он читает лекцию? Он может делиться вот знанием, что он знает. Он может искренне это желать другим вот, ну, показать, протранслировать. Я не говорю слово передать, потому что знание нельзя передать. Как у нас пишут в некоторых книгах и говорят, передача знаний. Знание нельзя передать. Может быть, передать там что-то другое. Вот. Он может себя показывать. Он может себя просто демонстрировать. Он просто может ходить и показывать себя. Ему классно. Какой я класс, какой я великий и умный. Ну, понятно. А он может назидать. Господа, а говоря все-таки о совершенной технологии, я тоже сколько размышляю, тоже, опять-таки, сам был студентом. А не кажется ли вам вот такой вопрос, что все-таки формат лекции устарел в том плане, когда тебе он читает лекцию, а я конспектирую. Потому что я опять по себе помню, не все удается записать. Ну, я не профессиональный сценографист. Мне кажется, сейчас можно лекцию распечатать и всем сразу раздать. Да, да. Я воспринимаю о чем. Вы знаете, текстовым изображением на слух. Согласитесь? Вы знаете, я вам хочу ответить. Вот лекция в том понимании, когда мы привыкли, когда идет лекция диктовка, и надо записывать. Но она так была всю жизнь. Виктория. Сейчас этого не то. Мы с этим боремся сейчас. Но оно есть все-таки. Нет, у кого-то есть. У кого-то есть. Но у кого-то есть. Но вообще ведь очень много, например, можно прийти и сказать. Вот разделите. Я так никогда не делал. Например, когда я читаю лекцию, меня родственники спрашивают, а что записывать? Я сказал, я не знаю. Я проблематизирую на лекции. Нет, это классно, конечно. Подождите. Но он тоже не знает, что записывать. Он не знает, что вовремя. А еще тогда могу сказать. Сделайте на своем листочке четыре колонки. Знал. Знаю. Знал. Хочу услышать. Новый узнал. И когда я читаю лекцию, он должен вот эти колонки заполнять. Не текст писать за мной. Ну, например, я говорю одну из, один из приемов. Он должен записать, что он уже знал раньше, что он хотел бы еще узнать, что он не понял. И какие у него вопросы есть. Например. Вот он уже, это по ходу лекции. Это тоже непростое дело. Не проще. Не проще. Тогда надо думать. Не проще сразу распечатать. Он его прочитав, поймет. О, Игорь Давыдович, а вот это был, у меня возник вопрос, можно спросить, он этого не знал. А вот это знал, но оказывается не так. Мне говорили, это было в 1852 году, а вы читаете в 1983. А это еще один прием, который тоже можно использовать, когда перед лекцией, у нас сегодня есть электронная система, да, действующая личная кабинета студентов, когда я могу отправить материал перед лекцией, прочитать. А теперь вопрос, что он задает. И на лекции я могу делать лекцию-дискуссию и помогать студентам оформлять их смыслы, которые они из прочитанного здесь принесли. Где-то оптимум, мне кажется. Ну, это, опять же, понимаете, это, опять же, мастерство преподавателя. Простите, а это, пожалуйста, мусс, если ты не хочешь читать, это феерично просто. Я уж молчу, опять-таки, практический, я как студент только, вы педагоги уже, бывший, не лень вот это записывать, вот эти готовые, напечатать. Роман, вот я еще раз, я это уже говорил, я вот еще раз повторю, понимаете, вот в чем самый большой эффект лекции, вот для меня, вот я в этом убежден, чтобы после лекции студенты, а, задали вопросы, а, б, они пошли, захотели прочитать про то, про что я сегодня на лекции рассказывал. Да, увлек, потому что педагог. Вот, это эффект. Он стал интересным. И они могут пойти, и это может быть и интернет-источник, и бумажный источник, и вообще любой. Телевизионную передачу. Плюс они даже могут пойти, захотели, чтобы они даже захотели, после моей лекции, если я там читаю про научные кружки, про научные творческие, они захотели, вот у нас есть такой кружок, и пошли бы там к Никите посмотреть, что это такое или еще куда-то. Ну, это так. Да, Никита, прошу. Просто лекция, например, для меня сегодня, это передача знаний, наработанных с опытом. То есть, это не трансляция книги, да, там не пересказ книги, а именно вот, какие-то, скажем так, лайфхаки, если говорить современным языком. Советы. Какие-то советы ценные, да, которые человек через призму своего опыта... Это размышления преподавателя по поводу, да. Да, и вот тогда уже дополнительное форумство может дойти в других источниках. А я хочу добавить следующее, что мы представители разных наук, и каждая наука своеобразная, отличается одна от другой. Есть точные науки, есть гуманитарные науки, а есть которые и-то и другие. Например, экономика — это и то, и другое. Однозначно. И респонденция — это вот что это? Точно, и гуманитарные даже не знают. Да, это тоже вопрос, да, потому что как ты определишь санкцию и как ты будешь вердикт выносить, это действительно еще неизвестно, какая наука точнее, да. Так вот, я про свое. Например, я со своими студентами имел одно, изначально для себя определил. Я, приходя на лекции, я всегда говорил, дорогие дамы и господа, я лекцию не диктую, я лекцию читаю. Записывать надо. А вот они должны сами уже учить, они приходили ко мне на втором курсе, на третьем курсе, к этому времени студент уже должен быть профессиональным студентом. Он должен выхватить в зависимости от названия темы, о чем идет речь. И лекция — это всего лишь мотивация того, что он должен пойти в библиотеку, об этом Игорь Давидович сказал. А вот пример. Допустим, я читаю им категорию труда, допустим, да, понятие труд. Я даю только основополагающие вещи, что такое труд. Но при этом домашнее задание я могу дать. Пожалуйста, посмотрите, что думал кейсианская, допустим, экономика, что думал о труде. Или марксистская философия, марксистская экономика, как на этот вопрос реагировать. Или там австрийская экономическая школа, как труд, или как Аристотель вообще в свое время эти вещи рассматривает. Я не могу из-за отсутствия времени все эти моменты раскрыть. Потому что каждый из этих, это целое научное направление. Соответственно, я только обнажаю и даю вам, чтобы прийти потом ко мне на семинарские занятия, и чтобы мы профессионально размышляли, что такое труд, измерение труда, и вообще трактовка понятия труда, вот смотрите, вот эти основные направления. И это можно уже самостоятельно. Здесь уже действительно онлайн-режимы, здесь электронная библиотека, здесь вообще библиотека, здесь могут быть еще какие-то дополнительные кружки. Вот так каждое понятие студент должен разбирать. Все равно в лекции все не дадится. Вы знаете, я вам еще приведу такой пример. Вот, ребят, однажды я с преподавателем, как-то пару лет назад у меня была беседа, и мне один преподаватель говорит, была группа, знаете, у меня студенты плохо ходят, вот я вам как директор докладываю, у меня плохо ходят. Какой курс? Третий курс. У меня плохо ходят на занятия. Другой преподаватель говорит, а я не знаю, у меня нет такой проблемы. Ко мне этот курс ходят все. Ну, там кто-то заболел, приболел, а ко мне ходят все. По разным причинам ходить. А вот... Потому что шалей-валей просто харизма тоже преподаваться очень сильно. Нет, потому что лекции того, я знаю, о ком идет речь, потому что лекции того преподавателя по психологии носили прикладной характер, потому что она сама занимается прикладной психологией и работает психологом там в приватной практике. И интересно, студенты видят смыслы, почему они там... Что руками делят. Что они там, да, они понимают, смыслы видят. Вот сегодня, это отличие современного студента, на мой взгляд, от того, который был лет 30 назад, 40, который тогда вот этого вот такого вот прагматического аспекта, такой ориентации, тогда у студента не было. Вот смотрите, в чем дело. А сейчас есть. Опять-таки, продолжение этой идеи. Опять-таки, если взять советское время, да, многие говорят, надо уже этот период оставить. Нет, там была прекрасная система, как сказать, система была отработана. Ты заканчиваешь вуз, приходишь на завод, и тебе обязательно дают наставника. Да. Обязательно дают наставника. Через пару лет тебе этот наставник отпускает плавой. Ты уже готов. Вот. В 90-е годы, когда всего этого не стало, наставничества нет, ты получаешь знания, приходишь на завод, и на заводе нужно совсем другое, или не совсем то, что ты знаешь, или совсем чуть-чуть из того, что ты знаешь. И, соответственно, как бы вуз не готовил специалиста, для каждого отдельно взятой организации, ты именно точно то, что им нужно, не подготовишь. Ну, как раз там должна быть такая система. В каждом предприятии система доводки этого человека. Не зря же сейчас продвинутые фильмы говорят, вы мне даете умного человека, даете мне полностью насыщенного человека знаниями, а потом я уже знаю, куда это человека поставить. Вот это звено выпало. Понимаете, вот мы в то время, когда вспоминаем, тогда же было почти стабильное производство. Скорость его изменения не была, в плане технологическом, она не была в такой динамике, как это происходит сегодня. Мы сегодня студента принимаем на первый курс, он приходит через пять лет на завод, в промышленность, а там уже другие. Скорость смены, это очень быстро. Это характеристика нашего времени. Поэтому у нас сегодня должно быть, конечно, такое опережающее образование. Это вот совершенно новое жесткое требование к ВУЗам. Я еще добавлю, Игорь Давидович, что все равно более-менее крупные предприятия все равно у себя должны держать некие центры доводки. Это несомненно. Нет. Обязательным образом. Сейчас я скажу, понимаете, причем это вот опережающее, как это вот, ну не протокол, оно должно сочетаться с классическим, академическим. Если оно будет, оно не может, иначе, ну нельзя физики научить опережающие, современнейшие, не изучив основы классической физики. Безусловно. Это невозможно. Ну, продолжая просто разговор с тем, как можно доводить студента до конкретной работы. Сегодня есть практика того, что корпорации заходят в ВУЗ и организуют кафедры, базовые кафедры. Таким образом, прямо в процессе специалисты с заводов приходят и обучают тем навыкам и основам, которые нужны именно на этом предприятии. И таким образом они получают конкретно студентов, которые обладают теми компетенциям, которые нужны этому заводу. И вот таким образом совмещение практики, действительно фундаментального знания, которое есть в ВУЗе, они очень дают хороший выигрыш. А если сначала получаем фундаментальный, а потом приходим на... По своему... А, хорошо. Дорогие телезрители, реклама, после чего мы подведем итоги программы. Согласно. Здравствуйте. Разговор продолжается. Говорят, что, кстати, да, савиловский тоже будет восстановить. А у меня как раз, господа, вопрос, который опять-таки возвращается платно, неплатно и так далее. А может быть, предприятиям, если они не получают нужные кадры и так далее, то есть они жалуются, что... Вот, допустим, экономист, да, вы говорите, вам зарезали, допустим, бесплатных, допустим. Может, тогда они будут выходить на ВУЗ и, соответственно, абитуриентов. И говорить, что, то есть, ну, абитуриенту Иванов, хочешь бесплатно тучиться? Мы заплатим, допустим, за обучение. Ты будешь регулярно в нашем производстве проходить каждый год летом стажировки. То есть, он не будет оторван, он не будет получать вчерашнее знание. Он постоянно будет приходить на, допустим, вагоностроительный завод и постоянно стажироваться. То есть, он будет, что называется, проникнуть полностью идеей предприятия. И потом, ну, правда, потом он должен будет отработаться, там, не знаю, 5 или 10 лет. Да, это уже вопрос договоров. Роман, такая практика существует и существует давно. И это будет еще существовать. Если предприятие хочет для себя готовить кадров, им ничего не мешает, чтобы они этот договор заключили. Но они активно используются. Но, опять-таки, это уже вопрос развитости уровня менеджмента этой организации. Некоторые, которые думают на долгосрочную перспективу, на лет 10-15, они это делают. А которые временщики, им это не надо. Вот, к сожалению, в этом беда у нас, опять-таки, по-прежнему в России, что бизнес у нас строится не на долгосрочной основе, к сожалению. Но ничего, это эволюционный момент, и это пройдет. Но мы не можем обхитрить эволюционный процесс. То, что другие страны прошли за 200 лет, мы не можем пройти за 30 лет. Это невозможно. Рано или поздно мы к этому придем. Но есть прекрасные примеры того, такого настоящего сотрудничества. Я, например, с большим удовольствием хочу назвать нашего управляющего Тверским отделением Центробанка Комарова Николая Алексеевича и весь его веренный коллектив, который вот последние 2-3 года мы просто очень плотно работаем. И уже есть результаты. Они в большом количестве берут наших студентов, берут на практику, и они живо интересуются всем тем, что у нас новое. И наоборот, они нам тоже новые привносят, потому что Центробанка это такая структура, на которой вся финансовое здоровье нашей страны зависит. Поэтому таких примеров много. Никита, вопрос, как молодое поколение. Много, на твой взгляд, найдется твоих, ну, ровесь, те, кто тебя помладше, которые примут такое предложение или скажут, да ну тебе, дружок, я, может, через 5 лет захочу в Москву, а может, уже и хочу, свалить, что называется, а я у тебя буду в крепостном праве, по сути, 5 лет на тебя отработать. Какую-нибудь Савиловскую машиностроительную, буду я в эти Кимры ехать, если ты репоучусь в большом городе, а то и в МГУ, в Москве вообще, ну, я захочу в эту дыру вашу возвращаться. То есть многие ли согласятся за такой вариант обучения? Ну, это очень сильно зависит от конкретного предприятия и от того, есть ли возможность ходить туда, посмотреть, чем человек реально будет заниматься. Он будет делом заниматься, но еще раз повторяю, человек не захочет потом... Ну, у меня есть примеры, например, того, что даже на моем курсе учились ребята по целевому набору, как раз, когда к компании приходят, и потом, собственно, ребята уходят к ним на производство. Как правило, люди, которые соглашаются на целевой набор, они действительно заинтересованы в этом предприятии, они туда уходят работать, вот, и им это интересно. На твой взгляд, эту практику нужно еще сделать более распространенной, чтобы не было проблем, как вы сказали, предприятиям нужны кадры, а кадров нет. Потому что не учат, не учат, потому что нужны деньги платить студенту. Ребята, платите вы в ВУЗ. Понимаете, такая практика, чем она, такая практика очень полезна для ВУЗа. Конечно. Чтобы работодатель жестко ставит, какой ему нужен выпускник, и ВУЗ должен быть адекватным. Я только тоже за, чтобы эта работа продолжалась. И расширялась. Расширялась. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сегодня говорили о проблемах высшего образования. Обсудили далеко не все, господа, что я написал себе, поэтому я вас приглашаю еще раз. У меня еще осталось много к вам. Совсем маленьких. Мы тоже придем сюда. Да, дорогие телезрители, ну вот так у нас живет высшее образование. К сожалению, сокращаются бюджетные места. К сожалению, не всех учат ни того, чему надо, ни по своему нору свинеть. Тем не менее, ну все-таки высшее образование без него никуда не деться, потому что самое главное, наша экономика без него точно не разовьется. А без этого и страна наша будет в кризис их постоянно пребывать. Спасибо большое, дорогие гости. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok